Всем привет! Вы на канале Рымалки. Подписывайтесь на мой канал. Мои видео выходят регулярно, день через день. То есть один день выходит, один день отдыхаю. Ну короче, через день. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно делитесь видео с друзьями. Это поможет развитию канала. Ну и также все полезные и интересные ссылочки смотрите в описании под этим видео. И сегодня я решил такое видео создать на тему бешеного клёва на рыбалке. Самых удачных рыбалок. Пишите сразу дискуссию, откроем внизу под видео, в комментариях. Пишите у кого какая самая удачная рыбалка была. Напишите свой рассказ. А тут я собрал самые свои удачные рыбалки, когда я уже снимать начал. И видео с этих самых рыбалок сейчас вам покажу и расскажу о каждой из них более подробно. Ну в этом видео расскажу о трёх самых моих удачных рыбалках. Ну всё это в основном на поплывочную снасть. Ловля с лодки. В основном с лодки. Но больше всего как бы люблю вот и с детства больше всего на лодке с поплывочкой в основном мы ловили. И как бы в этом вопросе больше разбираюсь. Сейчас только последнее время начал тихонечку доночку осваивать. Спиннинг. Ну больше вот я к чему, к какой мысли склоняюсь, что всё-таки мне донка больше нравится, чем спиннинг. Ну у донки какое преимущество есть. То, что получается можно ловить с берега. То есть лодка для этого не нужна. И довольно хорошо можно поймать там довольно крупную рыбу. Мелочь как бы меньше клюёт. А донку в основном у дна там более крупная попадается. Ну а минус её в том, что нужно как бы искать место, знать где можно ловить. То есть не любой берег подойдёт для донной фидерной ловли. И нужно как бы если место ваше занято, уже придётся искать дону. Но зато когда погода не позволяет на лодке выплыть, донка с фидером очень выручает. И вот здесь сейчас первое видео. Это давно уже довольно было. Года два назад. Наверное, вот попали мы просто на журу окуня. За полчаса там практически один за другим на червя сначала. Потом хвостики насаживали, опорные такие окуняры брали. То есть вот как увидите, ножи видно вот там под водой. Видно как сопротивляются. Там такие по 200 грамм. И один за другим клевали по 200 грамм практически. Целый садок мы набили. Вот так один раз было. Потом уже пробовали на эти места. Плавать. Ну видимо там он туда периодически приходит. Нужно попасть на это место. Ну получилось как мы прикармливали. Вот видите какой горбач. Прикармливали такую белую рыбу. А на неё пришёл, видимо мелочь поплыла. И на неё вот окунь, стоя окунь пришла. И в течение там полчаса, ну может чуть больше, 45 минут, может мы одного окуня таскали. Короче удовольствие адреналина получили. А самое не хочу в тот день. Учитывая то, что это поплывочная снасть и леска там 0,18 всего была. Было очень интересно и очень здорово вытаскивать. Ну это вот маленькие уже тут. Вот этих по 200 грамм их очень втащить было. Прикольно. Ну вот целый садок набили. Потом накоптили. Так у ней. Ну и ещё одна рыбалка, которая меня очень порадовала. Ну там в основном фотографии будут рыбалки. То есть где-то в мае поехали просто плоткой половить. А получилось так, что 4 леща я вытащил один за другим. Это вообще были мои первые пойманы лещи. Тоже это на поплывочку было. Причём как получилось. У меня было гусиное перо. То есть поплывок у друга, другой поплывок. И он рядом практически. Рядом наживки наши висели. И клевало только у меня. То есть одного за другим 4 леща вытащил. Ну и ещё потом вдобавок ещё щучка тоже на червяка клюнула. Ну вот фотографии с этой рыбалки. Ищи такие там грамповые по 900. 4 штуки. Ну для меня это была такая тоже самая трофейная, можно сказать, поплывочная рыбалка. То есть очень доволен был этой рыбалкой. Ну короче такая рыбалка бывает не часто. Но запоминается она на всю жизнь. Следующая рыбалка это было на плотву. То есть такой жор отборной плотвы. Практически одна за другой. Просто сразу как закидываешь, сразу клюёт. Но пришлось конечно далеко довольно ехать. Минус 45 на моторе где-то. Но она того стоит. И это местечко тоже частенько там то есть, а на то нет. То есть место уже знаю. Но погода нужна, чтобы идеально такая водная гладь была. Вот отловились тогда тоже отлично. Прикормку я использовал тогда с манильную свою. То есть пшено. И семечки жареные перемолотые. Ну есть этот рецепт у меня на канале. Можете посмотреть. Тут кстати сейчас даже подсказку сверху вам размещу. Туда нажмёте и сразу перейдёте на эту прикормку. Ну вот такая вот рыбалка одна за другой сопротивляется очень хорошо. Эта рыба тоже. Ну здесь вот кстати далеко подальше заполи. Тут уже вода почище. И заходит вот такая крупная рыба. То есть такой плотвы тоже наловили. Целый садок набили. Набили, насушили. И потом получили огромную обновольцию. Рыбалка эта была где-то в июле примерно. И причём такой довольно жаркий день стоял. И клевала она вот не только утром, а и после обеда продолжала клевать. Ну пореже, но зато в основном вот такая крупная. Насаживали, ловили на белого опарыша. Ну сразу по два, по три. То есть чем больше там пучочек насадишь, тем потом есть вероятность, что более крупная плотва возьмёт. Ну вот тут вот в садочке, это только вот мы начали буквально минут 20. Вот такой мы потом целиком набили его. Ну короче, предпочтение я отдаю поплывочный лови и доночный. То есть на донку интересно мне ловить. Поплывок вообще, как бы каждый раз я без лова не приезжаю. Ну спиннинг всё равно потихоньку осваиваю. Стараюсь. Вот осенью сейчас три раза выходил на реку. По два часа что-то ничего не поймал пока. Но мужики говорят там, что там маленькая речушка. Я не думал, что там такие щуки водятся, что там поймал на 10 килограмм мужик. Но может из-за того, что это более доступная эта речка. Может там такой рыболовный прессинг. Может уже там всё выловили. Но буду продолжать. Пока как поймаю рыбу, сразу выпущу видео. Сыщуку поймаю. Купил уже для этого садок специальный, нормальный. Тоже обзор по нему сделаю попозже. Ну ещё я для себя считаю удачной рыбалкой. Когда какую-нибудь новую рыбу ловлю, которую я никогда не ловил. Которую я хотел бы поймать. Вот и следующее видео с последней рыбалки. Ну не три получается, четыре рыбалки. Ну видео с трёх рыбалок, одна с одной фотографией в основном. Он поймал леня. Ну тоже там ещё с этим ленём краснопёрок тоже. Ну это было в начале июня этого года уже. Ну кто следит за каналом, видели уже это видео. Пока. Ну вот видели, что сейчас произошло. Это первый в жизни мой лень. Для меня, можно сказать, трофей. Я его дома взвесил на 600 грамм потянуло. Очень сильно рыба, сопротивлялся очень сильно. То есть удочку так загнул, что лень неподъёмный был. Вот такой вот красивый, на поросёнка похож. То есть это мой первый в жизни лень. И эта рыбалка, можно сказать, уже удачная была. И вот далее подошла уже краснопёрка. Ну такие среднего размера, большая. Но было тоже приятно поварить. То есть для начала я вообще думал, что у меня там зацепок получился. А потом, смотрю, начал водить туда-сюда. Ну получил большое удовольствие. Поймал хоть одного всего. Ну в принципе, оно того стоило. Вот за всё время примерно до обеда просидел. Столько наловил. Насушить. Ну и как бы рыбалку это считаю удачной. Хоть и клёв такой не особо активный. Но то, что я поймал вот леня, это для меня уже такое очень достижение. Ну на этом на сегодня всё. Подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан. Ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.